СМИ пишут, что Моргенштерн покинул Россию после заявления главы следственного комитета Бастрыкина о том, что рэпер торгует наркотиками в соцсетях. Адвокат Моргенштерна не подтвердил эту информацию. Сергей Жорин сообщил, что не знает, где сейчас музыкант. Видел эту информацию. Я не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть. У меня таких сведений нет. По данным СМИ, Моргенштерн сел в Смоленске на поезд до Минска вместе с женой и охраной. Хулиган угнал каток у рабочих в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга во время проведения планового ремонта дороги. Неадекват в это время угнал каток. Рабочие заметили похищение и побежали догонять лихача. Минимум три машины пострадали от его пироидов. Неизвестно, сколько бы еще предметов он обратил в обломки, но мирным жителям и рабочим удалось скрутить угонщика. Привязали его к забору и остались ждать полицию. Прокуратура потребовала приговорить отлученного от церкви Схигумена Среднеуральского женского монастыря к четырем годам колонии. В прошлом милиционер, осужденный за убийство, кражу и разбой, и отсидевший 13 лет, а затем ставший священником, отец Сергий Романов прославился на всю страну весной этого года. Говорили, что отец Сергий изгоняет бесов из послушниц, произносит антиковидные проповеди, а в своем монастыре устроил тоталитарную секту. После отлучения от церкви Схигумен отказался покидать монастырь, после чего туда пришлось отправлять разгвардию. Отец Сергий был духовником нескольких известных людей, исповедовал комика уральских пельменей Дмитрия Соколова и нынешнего пославка Абаверди Наталью Поклонскую. Актриса-антиваксер Мария Шукшина выступала в его защиту. Сейчас батюшку обвиняют в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоправстве. Вино с Хигумен не признают. В Стамбуле мощнейший ураган. Он переворачивает машины, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередач и обрушивает здания. Скорость ветра достигла 130 км в час. Как минимум два человека погибли, девять получили ранения. 270-метровый контейнеровоз под флагом Либерии сел на мель в одном из портов Стамбула. Еще с утра турецкая береговая охрана объявила об остановке движения судов через Босфор. Шесть авиарейсов были перенаправлены на Анкару и Измир. Местные СМИ сообщают о десятках поврежденных домов. Кроме Стамбула, от стихии страдают Бурса, Каджайли, Бодрум, Измир и другие города. Причиной непогоды стал ветер, называемый Лодос. Так в Средиземноморском регионе обозначают сильный юго-западный ветер, из-за которого даже останавливается движение кораблей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова